Третье. Пищевая сода. Свойства и применения. Первое. Ощелачивание крови. Употребление пищевой соды способствует защелачиванию крови и ее разжижению. Наша кровь должна быть щелочной и жидкой, то есть текучей. Это в идеале. Но, как показывает жизнь, с возрастом кровь густеет, течет хуже. И в такой застойной крови постепенно разводятся вредные грибки и разного рода паразиты. Звучению крови способствует употреблению пищи продуктов, которые представляют собой природный клей или повышают ее вязкость. В итоге между эритроцитами происходит процесс склеивания. Он называется аглютинация. Такие эритроциты не проходят по капиллярам. Отсюда все вытекающие из этого последствия. Кислород не доносится. Там наступает кислородное голодание и пошло-поехало. Природными клеями являются молочные продукты. Это казиновый клей. Вареные крахмалы. Крахмалистый клей. Повышают вязкой крови животные белки и жиры. Особенно в сочетании с поваренной солью. Сгущают, подсушивают кровь все виды продуктов с добавлением сахара, алкоголя. Вроде бы алкоголь должен делать текучим. Но после того, как он подействовал, он сушит. Понимаете? Вот это качество. После того, как он подействовал, сушит. И все. А раз он сушит, значит все сгущается, становится плотным. О том, что кровь сгущена, можно узнать, лизну лакмусовую бумажку. Она продается в аптеке. Если она покажет pH в районе 5,5, значит кровь густая, а литроциты слеплись. Даже у людей, питающихся преимуществом растительной пищи, рекомендуется время от времени перещелочить кровь для профилактики заболеваний. А именно с целью уничтожения грибков и болезнетворных бактерий в организме. Второе. Пищевая сода и здоровье желудка. Пищевая сода с химической точки зрения представляет собой соединение катиона натрия и аниона гидрокарбоната, которые при введении в организм активно включаются в коррекцию кислотно-щелочного равновесия организма. Ее можно применять длительно и при любом состоянии желудка. Конечно, в любом деле должно быть чувство меры и разума. Опытным путем подтверждено, что питьевая сода обладает кислотонейтрализующим действием, не оказывает ни возбуждающего, ни тормозящего действия на кислотовыделительную функцию желудка. Это очень хорошо. Следовательно, прием соды может быть рекомендован при любом состоянии кислотности желудка, в том числе при гастритах с пониженной кислотностью. 3. Пищевая сода и обмен веществ в клетках Пищевая сода способна восстанавливать обмен веществ в клетках, улучшать усвоение кислорода тканями, препятствовать потере жизненно необходимого калия. И все потому, что анионы угольной кислоты выводят через почки избыток анионов хлора и натрия, что приводит к уменьшению отеков, снижению повышенного давления, создаются условия для вхождения котенок калия в клетки, где они сохраняются, выполняя свою функцию. В клетках восстанавливаются и повышаются биохимические и энергетические процессы, увеличивается гемодинамика и усвоение кислорода тканями, что приводит к улучшению самочувствия и трудоспособности. 4. Пищевая сода и здоровье почек Журнал «Терапевтический архив» Этот журнал «Основа» в 1923 году. Номер 7 за 1976 год и номер 7 за 1978 год опубликовал статью «А внутривенным эректальным способом применения гидрокарбоната натрия при хроническом глумеролонефрите, пиелонефрите, хронической почечной недостаточности. Пищевая сода, нейтрализуя избыток кислоты, повышает щелочные зерва организма, что облегчает работу почек и предотвращает отложение в них песка и камней. А если в организме возникает ее избыток, она легко выводится почками. В результате ее применения произошли благоприятные изменения в здоровье больных. Увеличилась кислотовыделительная функция почек, увеличилась клубочковая фильтрация, снизилось артериальное давление, уменьшились отеки. К тому же прием пищевой соды рекомендуют для растворения камней в печени и желчном пузыре, почках и кишечнике для лечения желчно-каменной и мочекаменной болезни. Кстати, журнал «Терапевтический архив» публикует клинические и клинико-экспериментальные работы, обзоры и лекции по всем актуальным проблемам заболеваний внутренних органов. Освещает вопросы развития болезней, клиники, новейших методов диагностики и лечения, а также профилактики внутренних заболеваний. Знакомит читателей с оригинальными исследованиями, отражающими развитие отечественной и мировой терапевтической науки. Рассчитан на научных работников, специалистов всех направлений внутренней медицины, а также врачей-терапевтов, врачей общей практики, семейных врачей. Пятое. Пищевая сода и пищеварение. Здоровый организм для пищеварения вырабатывает сильные щелочные пищеварительные соки. Особенно это касается пищеварения в тонком кишечнике, куда выделяются желчь, секрет поджелудочной железы, секрет слизистой молочки, двенесоперстной кишки и тонкого кишечника. Все соки имеют высокую щелочность. Панкреатический сок имеет pH от 7,8 до 9,8. Ферменты панкреатического сока действуют только в щелочной среде. Желчь в норме имеет щелочную реакцию pH 7,5 до 8,5. Если среда в тонком кишечнике меняется в сторону закисления, пищеварение ухудшается, что приводит к отравлению организма продуктами плохого пищеварения, образованию камней в печени, желчного пузыря, в кишечнике и почках. Организм быстро теряет силы и способности к полноценному самообновлению, что и служит причиной большинства хронических заболеваний. Для улучшения и всасывания соды из кишечника ее принимают с горячим молоком. В кишечнике сода реагируют с аминокислотами молока, образуя щелочные натриевые соли аминокислот, которые легче, чем сода всасывается в кровь, повышая щелочные резервы организма. 6. Пищеварение сода и эмоциональное переживание Имеется такое предположение, что отрицательное эмоциональное переживание, состояние, возникающее от страха, беспокойства, раздражения, недовольства, зависти, злобы, ненависти ведут к повышенному расходу психической энергии. О, это совсем новая тема. А вместе с ней расходуются и щелочные резервы организма. Это еще один довод использовать пищевую соду после эмоциональных переживаний. 7. Пищевая сода и отравление Пищевую соду применяют для нейтрализации яда в организме, например, при отравлении метанолом, этиловым спиртом, формальдегидом, карбофосом, хлорофосом, белым фосфором, фосфином, фтором, йодом, штутью и свинцом. Есть мнение, что прием пищевой соды служит профилактическим средством от радиоактивного заражения. Выводит радиоактивные изотопы и тяжелые металлы, включая ртут, кадмий, барий, свинец. Вообще, ввод внутрь пищевой соды посредством капельницы облегчает симптомы отравления и чистит кровь от яда. 8. Пищевая сода и растворение солевых отложений При помощи соды выщелачиваются и растворяются болезненные отложения соли в позвоночнике и суставах, что приводит к излечению от радикулита, полиартрита, ревматизма, подагрессы, хонроза и многих других болезней. 9. Пищевая сода и вестибулярный аппарат Прием соды укрепляет вестибулярный аппарат, улучшает внимание. Это взято из космической медицины и авиакосмической медицины номер 3 за 1978 год. Статья Сутов и Веселов. 10. Пищевая сода и кожных заболеваний Ее используют при кожных заболеваниях, таких как псориаз. 11. Пищевая сода и противопаразитарное лечение Важно отметить и тот факт, что в кислой среде тонкого и толстого кишечника спокойно живут глисты, апистархоза, астрицы, аскориды, цепни и другие. В щелочной среде они гибнут. И на защелачивании с помощью пищевой соды кишечника основана методикой знания кишечных паразитов. 12. Пищевая сода и лечение онкология Нормализация внутренней среды организма приводит к тому, что уничтожаются грибки, которые считают причинами онкологии. 13. Пищевая сода и сахарный диабет Просто питье пищевой соды в домашних условиях способствует быстрому заживлению трофических диабетических язв, снижает уровень сахара в крови. А внутривенный прием выводит из диабетической колбы. 14. Пищевая сода и иные ее применения Ее применяют для нормализации массы тела, лечения алкоголизма , отвыкания от курения , при изжоге , морской болезни , простудах , сердечных заболеваниях , головных болях и иных случаев . Запомнил Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов ПРО Доброго здоровья И до новых встреч До новых встреч До новых встреч До новых встреч